всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы выпекаем очень вкусные и ароматные булочки морковные булочки с апельсиновой цедрой для морковных булочек нам нужны будут следующие продукты 200 миллилитров теплого молока 380 граммов муки 3 столовой ложки сахара 1 желток 100 граммов моркови натертой на мелкой терке щепотка соли 15 граммов свежих дрожжей или 5 граммов сухих дрожжей цедра одного апельсина и две столовые ложки растительного масла сначала мы готовим опару в миску выливаем теплое молоко не горячее добавляем одну столовую ложку сахара от общего количества добавляем свежие дрожжи раскрошили и добавляем 3 столовые ложки муки также от общего количества опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки тем самым мы проверим качество наших дрожжей чтобы дрожжевое тесто у вас быстрее поднималось на кухне должно быть тепло теперь в опару добавляем щепоточку соли добавляем один желточек для яркости добавляем оставшийся сахар размешиваем добавляем морковь 100 граммов натертой на мелкой терке и размешиваем затем тесто натираем цедру одного апельсина для аромата теперь добавляем муку не все сразу частями и замешиваем тесто тесто не должно быть тугим это очень важно морковное тесто очень нежное очень вкусное и красивое ложку достаем добавляем в тесто две столовые ложки растительного масла и замешиваем тесто руками сначала вам покажется тесто слегка липковатым высыпаем всю муку больше не добавляем долго тесто не вымешиваем буквально минутку силы собираем всю муку по краям миски теперь берем чистую миску смазали ее растительным маслом перекладываем сюда наше тесто вымешиваем на замес тесто на замес тесто ушла вся мука 380 грамм теперь накрываем наше тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час тесто у нас готово посыпаем стол немножко мукой перекладываем сюда наше тесто вымешиваем на подпыл вам понадобится всего лишь 20 граммов муки теперь смазали руки растительным маслом и отрываем небольшой кусочек теста вот такие красивые у нас кругленькие булочки подровняли и готово на глаз я не взвешиваю небольшого размера делаем и вперед обязательно ручки смазываем растительным маслом так намного удобнее работать с тестом и не приходится его забивать мукой с этой порции получается 12 небольших булочек размер противня 28 на 22 сантиметра я его застелила пергаментной бумагой оставляем булочки для расстойки на 30 минут после расстойки булочки увеличились в объеме теперь сверху смазываем яйцом можно не смазывать просто выпекать кому как больше нравится смазываем яйцом со всех сторон выпечка тогда очень красивая и блестящая сверху булочки посыпаем маком и ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим выпекания вверх-вниз булочки выпекались в духовке 30 минут самая интересная и самая вкусная часть видео это же конечно дегустация отламываем булочку смотрите пышная нежная пышная мягкая еле дождалась когда они чуточку остынут вы только посмотрите какая выпечка яркая нежная просто воздушная всем рекомендую приготовить объедение а какое ароматное тесто не передать словами люблю осень по-своему когда еще в квартире не включилось отопление мне нравится выпекать ароматную выпечку сегодня я приготовила эти морковные булочки вы знаете они настолько ароматные но они пахнут не морковью а цедрой апельсина очень мягкие нежные вкусные рецепт доступны простое приготовление булочки получатся абсолютно у всех что морковное тесто что тыквенное очень нежные булочки не приторно сладкие поэтому идеально подходят мы разрезаем их пополам смазываем маслом джемом очень вкусно с утра выпечка просто отличная выпекайте и радуйте свою семью булочки просто высший класс всем рекомендую приготовить с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока до новых встреч пока